Оказалось, это ты работяг по-настоящему выручил. Ага. Трюгер подрал плечами. Как тебя зовут-то? Александр. Олег, значит. Корец протянул руку. Ха-то все следует, следует. Ну пошли спать, завтра день тяжелый. Командир. Трюгер встал, поправил пункт. В следующий раз меня с собой возьмете? Мы подумаем. Покой, ничего. Лагерь проснулся радостно. До завтрака успели переоборудовать прицепы для пассажиров, устроить раненых. Наконец Корец дал команду на отправление. Погоди-ка. Буркнул Санта и выскочил из кабины. Трюгер увидел, как Санта побежал к могиле Топа. Ему показалось, что спасатель впереди и вытянулся, и приложил руку к пузырьку. Но толком разглядеть не успел. Отъезжающая колонна закрыл. ПримTheo. Примail parfait. Пр Ás ties. Оτά понимает. Примах lihat. Примах Jeez cuts. Примах! Примах! Трюгер lemах! Покажем! Прэйш! Примах! Примах! Мpeе! Примах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед вами, с позволения сказать, творческий отчет Олега Билова за период 2001-2002 года. Далее, встало кое-что получаться в среднем году. А то, говорят, я почти три года молчал. У каждой опубликованной здесь вещи стоя оригинальная субтитры. С ними и вокруг них обязательно что-то творилось в процессе выписания. Ни одна не пробилась читателю без укреплений. Некий рассказ позже взял премию в номинацию в полиции. Поэтому я осмелюсь в каждый раздел сборника завершить послесловием с воздействием. Вдруг наша профессиональная кухня покажется вам не будет. Да, считается, что не делавка расстоять у книжного лапка и втолковывать покупателям, чего он своей писаниной хотел сказать. И какие сногсшибательные месседжи туда запихнуть. Автору вообще положено только кланяться и улыбаться. Если поняли неправильно и за это возлюбили, радуйся. Если поняли как раз совершенно правильно и возненавидели, снова радуйся. А когда неправильно поняли и оплевали в прессе, благодарись за бесплатную рекламу. Поверьте, я не намерен объяснять что-то. Только рассказать об истории текста и некоторых своих ощущениях, возникших по поводу работы на кухню. Естественно, здесь все публикуется в авторской редакции, без каких-либо цензурных ограничений и поправок, под оригинальными названиями. И последнее. Возможно, сборник выскочит на прилавке раньше срока и окажется моей девятой книгой, а не десятой, как планировать. Тем не менее, в полевых решениях я объявляю его... Алло. Алло. Я тут домом своих сочинений. Значит, чего он называется так, здесь? Верно? Нет. Теперь давайте попробуем все это. Быстро не плач. Легите. Часть первая. Один. 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 Выжий. Один. 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 Но я, конечно, сразу насторожился. Вот неспроста у десятки вылез бефект по дизайну и неправильно прирост корректировочный чип. Но в палах так далее шмыкнул. 10% брака для опытной серии не трагедия, а достижение. Да и чип криво встал из-за внешнего сбоя, потому что в последний момент систему повело и режим упал. В удачной серии заключительный образец непременно выходит косой. Примерно. И вот. Здрасте, пожалуйста. Завлак Павлов вывел данные тестов на бумагу, вложил красную папку с письменной надписью «Надоклад» и пошел к директору Тауэльса. Шефу, разумеется, уже накапали. Но сколько возилась тема К-10 с непрофилем, а тут возьми и сыпались на входных тестах. При таком раскладе надо вовремя падать на спину и задирать лапы вверх. Не ждать, пока вызовут, а самому представить. Вот он я, тупой, бездарный жритель. Рвите когтями, поглощаете кусок за куском, довольно урча, хвостом подергивая от возбуждения, облизывая усы. Год работы в арту ректалии. А еще фонды, а еще моральный ущерб, и репутация целой лаборатории подмокла, и личное самолюбие пострадало у всех по отдельности, вплоть до последнего лаборанта. Старались ли, переживали. А если до военных информация дойдет, тут вообще начнется самая вратичная часть балета. Приедут грузные дяди на черных длинных машинах, снимут огромные фурашки, почешут единственную свою из Вильяма, четко отпечатавшуюся на лбу, и спросят, это как понимать так? Алло. Здравствуйте, Капитан Анатольевич. Здравствуйте. Вы можете говорить? Да. Вы меня узнали? Да, папа Карла. Вам привет от Шевергии Максима Владимировича. Во как! Что говорит? Что говорит? Говорит, не отдам я ничего ему. Во как! Я говорю, почему? Потому что, говорит, все еще исследуем. Во как! Я говорю, да вы же уже затянули, говорит, с 26 февраля-то. А он мне говорит, говорит, ну он же не под стражей. Во как! Интересный аргумент. Он же говорит, у вас не под стражей. Я говорю, нет. Ну я представился как адвокат Брусов. Как адвокат Папа Карла, да. И здесь, кстати, мой адвокатский статус. Пока ничего. Пока. Так, ну... Не хотят мне еще и ничего давать, да? Ну пока не хотят со мной говорить. А, кого с вами говорить? Не по злобности, а просто, так сказать, непониманию. Не, не ладься, не ладься, не ладься, да? Ну... А вот где? Я в Сочи. Где? В Сочи. Тут тепло. В Сочи вы? Да. Тут тепло и хорошо. На три ночи уехали? Ну, как получится. Хотелось бы подольше. Понятно. Понятно. Ну что, я желаю хорошего отдыха. Вот. Максим Владимирович тоже уехал. Его командирали куда-то на три недели. Поэтому и не будет. Значит, знаете, что идет экспертиза. А вот вопрос, какой статус вообще всего этого? Не очень понятно. Ну, а кто мне его даст? У меня, во-первых, надо входить в дело. То есть ехать туда и вести полномочия, а полномочия должны быть какие-то, ордеры, адвокатуры и удостоверения. Ну, вот. Хорошо, что я вот эти данные узнал. Ну, а вопрос, если дело не открыто, то можно быть защитником или представителем? Или они не хотят общаться, нарушая мои права? Ну, они не хотят общаться. Значит, нарушение моих прав гражданских. Ну, да, да. Ваши, ваши гражданские, ваши гражданские прав, да. Вот. Хорошо, что вас, когда они сказали, не закрыть, да. Да, вот. Я не думаю, что в этой ситуации с Петровкой Т-38 надо так себя вести. Ну, вам видней. Папа Карло. Папа Карло. Папе Карле видней, да. Я не хочу, чтобы тебя закрыли. Вот. А особенно таких ретивых, они закрывают. Потом притягивают ноги к голове, уши к шее, и в результате получается наголовное дело, который еще осуждают на какой-то срок. Вот. Есть-то это. Это же беззаконие. Это же апротеин. Да. Я вам говорю, найдите что-нибудь такое получше. Занимайтесь спокойно. Живите спокойно. Ну, да ладно. Вам хорошо отдохнуть. Вы надолго там? Ну, числа до 13-14. Ну, это хорошо. Вот. Ну, что. Пока спокойно. Я думаю, что без участия вот этого Шеверги, который приехал в командировку на две недели, никто этим заниматься не будет. Вот. Потом он вернется оттуда. Вот. Вспомнит обо мне, чтобы я звонил. Ну, я думаю, что это будет. А все-таки вопрос. Найден был этот отдел? Да, этот отдел найден был. И есть седьмой отдел. Ну, а как вы думаете, Дмитрий Владимирович Шеверга? Вот он как был найден? Именно через шестой отдел. Дмитрий Владимирович? Максим? Ой, Максим. Я на всякий случай. А то вдруг еще один там есть. Нет, Максим Владимирович. Максим Владимирович. Я перепутал с Медведевым. Извините, Павел. Разговариваешь. Мой друг Медведев. Да, да. Хорошо. Благодарность вам выношу. В устном пока виде. Потом когда-нибудь в письменном. И личном. Ну, значит, удастся, значит, войти в дело на основании доверенности. Войду. Не удастся, не обессудьте. Вот. Высшее головы я не смогу прозвучить. Это да. Вот, наступающим. А вы в каком районе-то находитесь? Ну, потом дальше в ААА. Мандариновую республику дальше туда. Ну, вы на Пасху где будете? Я просто хотел вам полекомендовать один храм. Ну, там в Мандариновой республике дальше уже. А, то есть в Абхазии что ли? Да, там христианство тоже есть, но с храмом не очень хорошо. Ну, с храмом можно найти. Мокский. А, например. Например, например, например. Ну, в Новом Афоре, например. Да, есть там такое. Ну, ладно. Доброго пути вам. До свидания. Благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею. Хорошего дня. До свидания. Да, Иван. Что за мину замедленного действия вы подсунули войскам? Как нам теперь к боевым изделиям относиться? Коль у вас в гражданской серии такой опасный брак будет. А вдруг эти, с позволения сказать, изделия в самый ответственный момент по швам затрещат? Мы вроде бы оружие для русского солдата заказывали. А вы ему чего? Свинью? Ну, допустим, на свинью оно совсем не похоже. Павлов решил идти через территорию. Так получалось бы уже. В четверть века назад, когда будущий Завлав угодил в НИИ и ПБ, территория выглядела скромно. Чахлые кустики, мелкие деревца. Зато в Сан-Павлов был высок, широтоплечь, пышный волос и жизнерадость. Территория с тех пор облагородилась, превратилась в ухоженный парк. Просто там осталось, там в основном гречневе, может быть, одна рисовая осталась. Мне как бы, ну, по прошлому опыту рисовая проходит нормально. Ну, сейчас вот, пятерочек, полно, ну, попробуем. Мы сейчас доедем, да, это отдадим и уже тогда посмотрим. Возможно. Сочи-то еще больше. Скорее, к нему уже Сочи. На СБС Сочи это все Сочи. Ну, это называется все в большом Сочи, все как бы Сочи, там город Сочи маленький, там встали. Ну, вроде Сочи и Арлер достаточно большие, мы, в смысле, магазины пошатали, что не течет. Да, можно по множеству магазинов, это по всей городе. Хорошо, может, всем вашим подыванием. Можно перейти на праздник. В общем-то, гипотетически, когда мы остановимся, меня уже так тошнить не должно. Я думаю, у меня кола уже практически не боюсь. Просто все эти серпантины, мы не... Да. Очень дорожные. Очень дорожные. Ну, вроде бы был. Я думаю, вот в ту сторону, вот, где мы стояли плохо, а вот в эту сторону, вообще, вообще жутко. Как же они, вот, в автобусе едут. Единственная дорога и такая. Я думаю, что жарят, вот так. Что вы еще сможете бы от этого графика сделать в кондиционер? Какой? Сказка может у них там есть наушников. А вот сейчас он не сам может быть. Хотя, может быть, это новый какой-нибудь. Какой? 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 Забавится? Нет. Я думаю, что здесь не бывает. Просто в Абхазии там нету гастрома. Да, я помню. Ну, не было. Гастрома там нет, но... Ну, чуть-чуть, технически, опять же, мы только туда въедем, даже по километрам, и выедем еще в Абхазии. Расскажите наши планы на сегодня. Наши планы на сегодня пройти в границе и приедем в Абхазию. Ну, а дальше? Ну, вот, поехали в Абхазию, что? Мы... приезжаем. Да. 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 Границе надо будет ее спросить, где они у нас будут. Мы приезжаем туда, на этот адрес. Разбираемся с нашими... Такой, что мы пошли, за 6-ой? Да. За 6-ой. Вот, мы просто разбираемся с вещами, выясняем, сколько из наших вещей они будут возить. Распределяем это, готовимся. А потом можем просто полежать или где-то походить. Дышать вокруг дома. Вот такие планы. А завтра, в 5 утра, мы встаем, и мы едем на границу. Это плохо. А? Это плохо. У меня голова, это не достигла болит, видимо. Вон ты. Дух. Дух. У меня, когда вот она болит, я уже ничего вторую сделать не могу. И перед этим, я 4 дня, 6-ой. Я не чувствую с пола. У Продолжение следует... 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 Продолжение следует...